Президент Российской Федерации за рулем КАМАЗа возглавил колонну из 36 грузовиков, которые первыми пересекли пролив и доехали по мосту из Тамани в Крым. Время в пути составило всего 16 минут. Владимир Владимирович Путин перед началом движения сказал «поехали». После того, как была завершена поездка по мосту, Владимир Владимирович высказался о качестве дорожного покрытия на нем. Президент России отметил, что оно очень удобное, просто шикарное и, как он надеется, долговечное. Многие пользователи сети оценили эту увлекательную поездку президента. Многие отмечают, что он не побоялся лично проверить прочность моста. Другие указывают на то, что Владимир Владимирович сам был за рулем КАМАЗа, и это непременно станет символом роста экономики России. Немало было и таких, которые думали, что Путин лишь разрежет ленточку или промчится по мосту на своем лимузине. Но он опять всех приятно удивил. В то же время при поездке он нарушил правила дорожного движения, поскольку ехал непристегнутым ремнем с безопасностью. За это полагается штраф в тысячу рублей. У Крымского моста немало есть и злопыхателей. В частности, украинский президент Порошенко написал в своем аккаунте, что этот мост просто необходим оккупантам, чтобы в спешке бежать с полуострова. Факт нарушения Путиным правил дорожного движения одними из первых заметили посетители сети из Украины. Теперь они гадают, по каким же законам президент должен платить штраф – российским или украинским. Им бы хотелось, чтобы это было по-украински, но там он в эквиваленте, составляет лишь до 20 рублей. Поэтому они склоняются к тому, чтобы все-таки за нарушение правил дорожного движения Путин был штрафован по российским законам. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий.